До 100 наемников, воюющих за Украину, бежали со своих позиций. Они, а также много бойцов ВСУ, отмечают, что их буквально выдавливают артиллерийским огнем с их позиций. Наступление на Бахмуты Славянск, и что по этому поводу думает Американский институт изучения войны и Генштаб ВСУ. И американская разведка отмечает, что боевые действия, вероятно, продлятся не менее, чем до конца 2022 года, вопреки заявлениям Зеленского, и перемирие пока не предвидится. Зеленский читает лекцию, как определить наркомана, и Байден попал в очередной конфуз. Все эти видео можно посмотреть на моем телеграм-канале, не забываем подписываться. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 30 июня утро, и начну я с новостей, которая, в принципе, уже практически встает традиционной, бегство наемников со своих позиций. До 100 человек покинули свои быстрые позиции, опасаясь окружения. Ну, а также бойцы ВСУ тоже покинули свои позиции. И как отмечают, что наемники, что бойцы ВСУ, рассказывают, что их буквально выдавливают с их позиций массированным артиллерийским и другим огнем. Причем прячутся они и в лесу не помогают, а прячутся в других местах, и поэтому вынуждены бежать. Ну, примерно такую же информацию подтверждает Американский институт изучения войны, потому что там отмечают, что готовится наступление на Бахмут. А также наступление на Славянск продолжается. И хотя в институте отмечают относительно небольшой темп продвижения, Но методично занимаются все новые и новые поселки сразу на нескольких направлениях Донецко-Луганского фронта, а также в Харьковской области. И все-таки особо не отмечают, что армия Российской Федерации готовится к прямому наступлению на Бахмут. Ну, а также российские войска ведут наступление на Славянск с северо-запада в районе границы Харьковской и Донецких областей. Именно с этих направлений и поступают сообщения о бегстве иностранных наемников, ну, а также откровения от бойцов ВСУ. Также поступают сообщения, что российские войска взяли под свой контроль при воле и переправились через Северский Донец. И фактически это означает, что последняя дорога из Лисичанска отрезана. Динштамп же ВСУ, обычно их данные на 2-3 дня бывают задерживаются, но все-таки сообщают, что на Донецком направлении россияне при поддержке артиллерии пытаются блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск-Бахмут. А также ведут наступательные действия вблизи Верхней Каменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Боевые действия продолжаются. Но есть и некоторые интересные разночтения между Американским институтом изучения войны и Генштабом ВСУ. То есть в Американском институте изучения войны, как вы видите, определяют и наступление на Славянск, и наступление на Бахмут, который, возможно, произойдет. А в Генштабе ВСУ говорят, что идет героическая оборона. Обязательно, друзья, подписываемся на мой телеграм-канал. К примеру, там интересная статья, как граждане Германии троллит переселенцев с Украины. Но вообще в соцсетях сейчас разгул свободы, слова и демократии. В телеграме пока еще более-менее. Ну а теперь переходим к американской разведке, которая отмечает, что, возможно, боевые действия продлятся как минимум до конца 2022 года. Что противоречит заявлению Зеленского, который говорил, что он до конца 2022 года надеется завершить боевые действия. И на вопросы журналистов представители американской разведки заявляют, что в ближайшее время перемирие не предвидится. То есть до последнего украинца. По повесткам лютуют, кстати, все больше и больше в Украине. Хотя министр информационной политики заявил, что пересылать повестки через ДИЮ не будут. Ну раз такое заявляют, как раз таки угроза, скорее всего, что уже существует такого рода. Ну а тем временем Соединенные Штаты Америки и партнеры решают санкциями еще и Китай начинать потихонечку обкладывать. И вот ряд компаний китайских внесли в санкционный список за поддержку Российской Федерации в военной сфере. На самом деле, конечно же, в Китае готовились к таким событиям и продолжают подготовку дальше. Зная, насколько любят западные партнеры вводить различные санкции. Ну и Дмитрий Медведев, кстати, обозначил конфискацию некоторых активов России, как самый большой грабеж в истории. Ну а китайские товарищи тем временем изучают, что происходит вокруг событий в Украине и готовятся к развитию событий вокруг Тайваня. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет. Субтитры сделал DimaTorzok